Здравствуйте! Сегодня все говорят о цифрах и о сетях. Я тоже постараюсь, правда, считать я буду до трех, и сети будут такие странные, необычные. Это дом, в котором родился и провел детские и юношеские годы, художник Павел Рафломевич Кузнецов, дом в Саратове. В течение 18 лет я занимался тем, что превращал этот дом в музей. И здесь есть три составляющих. Есть дом, есть такое некое напоминание сада и есть угол будущей картинной галереи. Собственно говоря, это те самые числа, раз, два, три, которые нам нужны для полного счастья. Единица — это целая, когда она распадается надвое, требуется новое единство и новые цельности. Это три именно, поэтому в проекте реконструкции и в проекте создания музейного комплекса у нас заложен дом, сад и картинная галерея. Я из того поколения, которое смотрело фильмы Андрея Тарковского, и может быть вы помните, такой вот мальчишка, который отлил колокол, он произносил, размазывая грязь по лицу и со слезами говорил, отец жил суконное, секрет колокольный с собой в могилу унес. И на самом деле-то он интуитивно все-таки отлил этот колокол. А второй образ — это образ сталкера. Помните, у него в кармане были гайки с бинтиками, и он их забрасывал в такую неизвестность. Я думаю, что наверняка Андрей Тарковский знал о том, что у древних римлян была такая служба разведки, которая шла впереди отряда и бросалась камнями. Если там раздавался крик, то, скорее всего, там враг, если всплеск, то вода, если тишина, то пропасть. И вот этот камень назывался словом «проект». Но все проекты, они, как правило, ну, по крайней мере, вот не там, где нужны точные расчеты, а в нашей сфере, в которой мы все с вами работаем, эти проекты, они чаще всего интуитивные или спонтанные. По крайней мере, я всегда занимался только такими. Это дом Павла Кузнецова в 92-м году, когда он должен был быть разобран. Это 93-й год, и там вот написано, я сам писал рукой своей, охраняйца государством. Это был, в общем-то, главный предмет насмешек местных жителей. Это уже дом в состоянии полуразобранном. Это 96-й год, когда все работы встали. Это 98-й год, и для меня это очень важная фотография, потому что вот здесь и начался мой первый проект. До этого мы жили в неком таком бесконечном перетекании. А 98-й год – это год 120-летия со дня рождения Павла Кузнецова. И год, когда музею официально по бумагам исполнилось 10 лет, но все стояло, реставрационные работы не велись, и нужно было что-то предпринимать. Было стыдно перед наследниками, которые передали колоссальный дар городу Саратову в 1972 году. Художественный музей имени Радищева получил 340 работ Павла Кузнецова и 110 работ его супруги Елены Михайловны Бебутовой. И условием дара было то, что это будет экспонироваться. Это не экспонируется до сих пор. И вот тогда из какого-то полусна явилась фраза «Родился в Саратове в семье садоводов», потому что Павел Кузнецов все свои автобиографии начинал одинаково. Этими словами. И было понятно, что можно и без копейки денег посадить сад, потому что это очень мощный образ. И Павел Кузнецов – это сплошное цветение. И тогда действительно мы стали сажать сад. Вот фотография, кстати. Это маленький Павел Кузнецов сидит на руках у деда Илариона на склоне Соколовой горы, а это наш сад. Я не буду рассказывать, как мы убирали мусорку, которая была на этом месте, колоссальную мусорку. Там были бобины из-под кабеля, сломанные плиты, вагончик. Все это засыпано мусором. И когда мы его сажали, мы долбили ломом эти лунки. Но это сейчас не суть важна. Важно то, что у нас были подсказки в течение всей нашей деятельности, когда пришли на эту мусорку люди, такие деловые люди, такие распальцованные черные ангелы, которые сказали, да, никогда здесь не будет никакого музея, мы тут построим гаражи. Тогда стало понятно, что бороться за сад гораздо правильнее, чем бороться за мусорку. Мы этот сад посадили, в этом саду создали свою первую картинную галерею. Она была на заборе. Заборные выставки были очень мощные по своей энергетике, потому что всего один день открытия и закрытия. И если сначала это приходило, там, несколько десятков человек, то к осени, мы по воскресеньям это делали, к осени это превратилось в народное движение. И действительно, это была наша самая первая галерея, это я уже иду к проблеме сети. И власть вдруг почувствовала эту энергию и перехватила, даже ее можно сказать, потому что губернатор Аяцков устроил такое выездное заседание правительства. Я бы сказал, это было настоящее прекрасное шоу. И после этого начались восстановительные работы. И, соответственно, это был первый проект, спонтанный, совершенно незапланированный, потому что мы достигли цели, то есть восстановительные работы продолжились. И, что очень важно, там были все этапы, там были ресурсы задействованы, но мы просто не знали, что это про проектирование. И вот это уже новый забор и сад. Но, как вы видите, деревьев нет, а есть только след сада. Это проект художника Евгения Стрелкова. Когда Женя узнал о том, что сад был утрачен, потому что, когда пришли рабочие, это фотография 2001 года, уже после того, как дом был восстановлен, когда пришли рабочие, они сказали мне, давай, убирай свои эти деревья, потому что здесь будет стоять вагончик, здесь будет стоять кран и так далее. Я выкопал большую яму, пересадил туда все саженцы, а следующей весной я вдруг понял, что сада нет, он был украден. И вот Женя Стрелков сделал этот ленд-арт, и это действие повлекло за собой следующее спонтанное действие. Мы сделали акцию опыления, а раз есть опыление, то должно быть и плодоношение, согласитесь. И поэтому мы сварили варенье и разослали его в 44 музея, где хранятся работы художника Павла Кузнецова. И получилась вот такая огромная виртуальная картинная галерея от Владивостока до шведского города Мальмио и от Архангельска до Алма-Аты. И это был уже мейл-арт, потом мы получили такой обратный ход, обратное движение, это были письма, фотографии, сведения о работах, которые хранятся в этих музеях и так далее. Вот так вот выглядела эта баночка варенья, которая собрала такое глобальное чаепитие. И этот снимок символичен, потому что за баночкой варенья виден дом, место сада и та самая будущая картинная галерея, которой пока еще нет, но очень хочется, чтобы оно было. Это вот чаепитие в Нижегородском, это в Саратовском музее, а это первая наша акция, которой мы заявили о том, что мы хотим преумножения. Она называлась «49». Когда мы 7 сундуков с музейными добрами умножали на 7 произведений Павла Кузнецова, мы их выставили в окнах нашей будущей картинной галереи в трех сгоревших квартирах. И семью семь, вы понимаете, это 49, это не просто плюс, а это преумножение. И так должен выглядеть этот трехчастный комплекс. Нам нужно это триединство. А это наша вывернутая картинная галерея, которую мы создавали, начиная с 2004 года. Здесь участвовали художники, здесь участвовали дети, здесь участвовали прохожие. Вот мы забивали окна, мы шаманили как могли, мы стучали шумовым оркестром изнутри. художники рисовали такие символы перехода из музея в картинную галерею. Мы привлекали журналистов, друзей, опять же, художников. Это поэты-контрапункты вывешивают свой сборник. Это молодые ребята рисуют голубые розы, мозги. Это наша акция фонтан. У Павла Кузнецова знаете, фонтан это один из самых основных символов, но это фонтан такой немножечко трагический, но вместе с тем жизнеутверждающий. Когда сотрудники выпускали из бронзбойда, из печной трубы вот эти фонтаны под крики китов, потому что кит, когда выныривает, он выпускает струю и говорит «Я жив». И, соответственно, вот этот дом-кит у нас был жизнеутверждающий. Это вот дом-дар, это слова, составленные из трех букв. Это акция «Смотри», это флешмоб, когда люди пришли одетые в черные по нашей просьбе, с завязанными глазами встали поперек дорожного движения, и это был такой черный квадрат для Бога. Мы пытались власти сказать «Смотри». Это уже пишется картинная галерея в день рождения Павла Кузнецова 17 ноября. Художники утверждают, вот этот вот племсест, все полнится и полнится. Это акция, которую мы проводим каждый год, и в прошлом году мы провели ее впервые возле картинной галереи. А это мы таким образом уже при помощи цифровых технологий проникаем, мы проецируем из дома-музея в будущую картинную галерею. В общем, мы выкинули много гаек с бинтиками и хотим, чтобы этот колокол был. Спасибо. 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 Спасибо.